Почему ты открыл глаза? Ты совсем дурочка! Здарова, братан, и вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и мы всё ещё продолжаем проходить World End Экономику, которая, походу, особо зашла только мне. Ну да похер. Погнали! После моих слов руки Лизы медленно остановились, и она посмотрела прямо на меня. Глядя на её спокойное, но недовольное лицо, я был готов сказать, что испытывал восторг от погони за деньгами. Надеюсь, ты не собираешься делать ничего незаконного? Слова, которые... которые после этого вылетели, могли посадить меня на крючок. Ничего такого, честное слово! В таком случае, я не буду тебя об этом расспрашивать. Это было неожиданно. Лиза уже несколько раз повторяла эту фразу. Когда она заговорила, на её лице проглядывала лёгкая улыбка. Мальчики — это существа, которые умрут без секретов за спиной. В глубине души я запротестовал, так как не любил, чтобы со мной обращались как с ребёнком. Мои губы уже начали движение, когда я понял, что сейчас был похож на одного из них. Поэтому я выбрал молчание и вошёл в свой торговый счёт. После чего все посторонние мысли полностью покинули моё сознание. Меня сейчас беспокоило только падение и рост цен, на которые я мог ссылаться. На рынке царил хаос. Один из земных рынков был нестабилен, вследствие чего ощущалось давление и на финансовые рынки, связывающие луну с землёй. Видимо, это было из-за того, что Россия послала свои войска на страны-сателлиты для борьбы за природный газ. Самый типичный ресурс. Везде, блядь, ёбаная рожка, нахуй! После завершения холодной войны мир объединился в одно мгновение. После инцидента с ядерным оружием в небольшом поселении в Палестине, получившем название Второй Кубинский ракетный кризис, человечество наконец-то реально посмотрело на сложившуюся ситуацию. Хоть Кубинский ракетный кризис был одной из причин окончания холодной войны, он также привёл к ожесточённому противостоянию сверхдержав. Во Втором Кубинском ракетном кризисе не было никакой конфронтации между сверхдержавами, которая могла бы объединить весь мир. Здесь был конфликт между террористами и странами мира. Результатом стало сотрудничество всех стран и желание смотреть на звёзды по случаю такого момента. Все знали, что всегда будут споры, когда речь идёт о границах на Земле. Решение этих проблем находится на самом высоком уровне, в буквальном смысле. С разработкой космического лифта был достигнут крупный технологический прорыв, который достиг головокружительной скорости во время постройки лунных городов. Однако, как всегда и случается, все воспоминания со временем меркнут. Так же и луна отклонилась от своей первоначальной цели стать утопическим миром. Будучи прочно закрепившейся, подобно странам во всём мире, она стремилась к суверенитету и независимости в той мире, которую позволяла её военная сила. Таким образом, страны снова вернулись с небесной землю, проснувшись ото сна. Это была вся суть, которую я уловил из истории мира. Я знал и более мелкие подробности, но слишком глубокое размышление об этом затрудняло взгляд на общую картину происходящего. В конце концов, мои знания были полностью связаны с торговлей акциями. Если в каком-то регионе на земле начнётся беспорядок, это, скорее всего, окажет большое влияние на корпорации и на людей, которые там живут. Но в глобальном смысле они будут незначительными. И из-за того, что они незначительны, трагедии на земле будут продолжаться постоянно. Так говорили иммигранты из моего города, которые переселились из особо ужасных мест в земле. Их рассказы оставили у меня сильное впечатление. Посмотрев на землю, связанную с космическим лифтом, я увидел, что все ужасные проблемы там становятся всё меньше и меньше. Прямо как город, в котором я родился. Но даже сейчас там были места, в которых ракеты падали чаще, чем шёл дождь. Увеличивалось число неквалифицированных рабочих, желающих переселиться на Луну. И тех, кто больше не хотел жить на матушке земле. Реальной проблемой было то, что народы развитого мира, казалось, абсолютно ничего не знали о мире за пределами своих границ. Здесь же все более или менее знали об имеющихся проблемах. Когда дело дошло до энергетической кампании с упрямством её руководства. Всё, что было скрыто, в конце концов стало достоянием общественности. Их девизом было «Мы не допустим, чтобы это место стало второй землёй». Это была отличная концепция. Я надеялся на это. Если бы не это, я бы таки продолжал раздавать листовки. Как бы это ни было странно, когда я полностью сосредоточен на торговле акциями. Чем больше я концентрировался, тем больше другая часть меня начинала пробуждаться. Похоже, у меня было две личности. После завершения моих торгов я вздохнул. Мне действительно казалось, что я наконец-то покинул этот сетевой мир. Возникло ощущение, что две половинки меня снова стали одним целым. Скорость торможения торговли на фондовом рынке была сравнима с тормозами автомобиля при отсутствии гравитации. Но всё вернулось на круги своя. По крайней мере, всё было неплохо до тех пор, пока я не посмотрел результаты сегодняшних торгов. Я не отходил от экрана с самого утра, не останавливался даже, чтобы поесть или попить. И мне удалось поднять больше семи тысяч мулсов за день. Вот бы такие глоткие дни продолжались вечно. На прошлой неделе пришлось понервничать, рассчитывая все возможные исходы торгов. Я почувствовал усталость в своём теле. Скрестил ноги в сидячем положении и откинулся назад. В этот момент мой разум опустел. Даже во сне я занимался финансовыми махинациями. Поэтому этот момент можно считать более расслабляющим, чем сон. Даже самые лучшие правители Земли, держащие в своих руках господство, говорят, что тратят на сон от нескольких минут до часа. И я их прекрасно понимал. Если бы я планировал завоевание мира, было бы непростительно тратить время на сон. В конце концов, кто-то в мире постоянно работает, продолжая порождать изменения. Следовательно, сон предназначен, чтобы пропускать небольшие части этой активности. Даже для того, чтобы завоевать фондовый рынок, мне пришлось переосмыслить пределы возможностей своего мозга. Однако, полный контроль был все еще далекой мечтой. Тем не менее, однажды я покорю рынок. Вытащу из него бесчисленные суммы денег и соберу их вместе, чтобы достичь... И отправиться в неизведанные Земли, открывая перед человечеством следующее место пребывания после Луны. Похоже, будто я остановил процесс расслабления моих мозговых клеток и наполнил свой отключившийся мозг новым кипящим потоком крови. Я глубоко вздохнул и открыл глаза, готовый подняться в любое мгновение. То, что остановило на половине пути мое движение, наряду с мысленными процессами, было обычной случайностью. Э? Когда я открыл глаза, передо мной была абсолютная тьма. Нет! Вернее, это была совсем черная-черная ткань. Одна ее часть имела уникальный сплошной контур, а другая представляла собой... Зигзагообразные слои складок. Кроме того, сквозь пространство в черной ткани я мог заметить какую-то белую структуру, которая проварно пролетала над моей головой. То, что я увидел, было лицом Хагана. Похоже, она что-то заметила и обернулась. Почему ты открыл глаза? Ты совсем дурочка! Это были слова, которые оказались бы уместными, если бы и правда прозвучали. Она не застеснялась, не смутилась и, видимо, даже не рассердилась. Вместо всего этого, Хагана просто презрительно на меня посмотрела. Вероятно, была плохой идеей идти на кухню по кратчайшему пути, проходящему через гостиную. Но даже так, не следует ли Хагане быть более осторожной и носить что-нибудь более закрытое, чем юбка? Зачем? Кроме того, ее отсутствие стыда заставило бы даже манекенов выглядеть подавленными. Эти мысли позволяли получить некоторое преимущество в ситуации, когда их не хватало. Без сомнений, какое-либо смущение из-за юбки Хаганы было подобно проигрышу. Я хотел бы продолжать мыслить разумно. Вот почему я встал и вернулся к экрану своего компьютера. «Где Лиза?» Я услышал голос Хаганы. Вокруг ее рта красовались белые усы от недавно выпитого молока, что безусловно является подвигом в питании и чем-то более удивительным, чем какая-нибудь химия. Будто я знаю. После того, как она одурачила меня с этими белыми усами, я обнаружил, что очень раздражен. На мой короткий ответ Хагана только неодобрительно повела бровью. «Разве ты не был тут все это время? Так почему бы тебе этого не знать?» «Ты совсем дурочка». Я начал чувствовать, что каждая реплика, произнесенная ею, в конце концов останется без ответа. «Это правда, что я был здесь все время, но я не заметил, как Лиза встала и ушла, поскольку был очень сильно сконцентрирован. Я подумал, что стоило бы объяснить ей это, но в конечном итоге счел это слишком раздражающим и просто проигнорировал эту мысль. После этого я услышал от Хаганы кое-что страшное. Фу! Я был удивлен. На самом деле можно было бы сказать, что мой мозг на короткое мгновение замкнулся и опустел. Я обернулся и вопросительно посмотрел на Хагану. Хагана тоже оглянулась на меня. Ее лицо ничего не выражало. Похоже... Че там похоже? Похоже, что для нее я был всего лишь бесполезным мусором. Независимо от того, сколько усилий я прилагал, чтобы быть джентльменом, я понял, что достиг с ней своего предела. Нельзя быть такой нахальной девушкой, сука, ебаная! Схемы в моей голове сдвинулись... Сдвинули шестеренки, наполнив меня адреналином. Мои руки и ноги, казалось, волшебным образом стали крайне податливыми. Клянусь, если она скажет еще хоть слово, я схвачу ее и повалю бляну пола, потом выебу в жопу. Когда дело доходило до причинения боли безвидимых следов на лице и теле, я использовал один или два изученных мною приема. Я многому научился у восточноевропейских эмигрантов, прибывших из неблагополучных стран, где тайная полиция обладает абсолютными полномочиями. Я пробовал некоторые из приемов лично на себя, но это, блядь, было чертовски больно. Единственная мысль, которая была в моей голове, заключалась в том, что я представлял, как нахальное лицо Хаганы со слезами просит прощения. Будет неплохо, если Хагана поднимет крышку люка, ведущего в бездну ада. Это кое-чему научит ее. Бля, вы два долбоеба, нахуй. Ей-богу. Когда я с ледяным взглядом посмотрел на Хагану, случилось кое-что, что затушило мою ярость. Я вернулась! Лиза вошла через дверь в коридоре, которая, вероятно, вела к церкви. В ее руке был холщевой мешок, наполненный до краев всякими вещами. В городе была политика повторного использования всего, что можно использовать многократно. Я сразу понял, что ее холщевой мешок был явным примером того, что эта политика работает, учитывая несмертное количество заплаток на нем. Это они еще не дошли до пакетика с пакетиками на кухне. Как только Лиза вошла в гостиную, то сразу, видимо, почувствовала, что происходит. Вернее, это было очевидно даже для идиота, ведь Хагана молча буравила меня своим острым взглядом. Я перестал обращать внимание на Хагану и повернулся к экрану ноутбука. Хагана. Когда Лиза назвала ее имя, Хагана откликнулась, как собачка на зов своего хозяина. Когда ты так сердишься, ты убиваешь клетки своего мозга. Ну, хотя тебе, в принципе, не страшно. Хе-хе-хе! Че это за чепуха? Я поднял глаза и увидел, как Хагана согласно кивает. Тебя так же легко убедить, как и обмануть ребенка? Когда я ошарашенно посмотрел на нее, Хагана, похоже, решила проигнорировать меня и продолжила тереть лоб пальцами. И затем она закрыла глаза, налила молоко в свою чашку, сделав себе вторую порцию. И прежде, чем его выпить, она проговорила. Кальций утоляет гнев. В точку! Казалось, она говорила на полном серьезе, но я растерялся. Шутит ли она или нет? Единственное, что я знал наверняка, Хагана ненавидит мой характер. И я точно знал, что фраза о кальции предназначалась мне. Это было не столько намеком, что ее гнев уменьшится, сколько способом выразить нечто другое. Хагана выпила свое молоко, а затем начала наблюдать, как Лиза закидывает продукты в холодильник. Лиза, ключ от зала. А? Разве я не отдала его тебе? Ты мне его не давала. Я на всякий... Я на всякий случай даже везде проверила. Единственным вариантом остается то, что он находится все еще у Лизы или он был укра... Ух, точно, подожди минутку. С непостижимым мастерством и даже до того, как Хагана подняла палец, чтобы указать на меня, Лиза начала искать ключ, рыская по карманам в холчевой сумке. По-видимому, он был в кошельке. Вот так всегда происходит. Я привыкла прятать такого рода вещи в кошелек. Тебе же хватит времени? Даже если я опоздаю, я просто расскажу всю правду. Видят, а Лиза виновата, а не я. Она произнесла это, даже не сбившись ни на секунду. Это были не те слова, которым можно обрадоваться. И поскольку Лиза была от них не в восторге, ее все еще можно считать более-менее нормальной. Это правда, но лучше тогда сразу объясни, что я облажалась. Да, это просто причина. Сказала Хагана, взяв ключ и отвернулась. Подолгие ее юбки слегка качнулся в такт изящному движению ее длинных прекрасных черных волос. Она вышла из гостиной, и ее шаги затихли вдали. Я услышал, как закрылась дверь в ее комнату. Глядя на меня, Лиза обреченно вздохнула и рассмеялась. Вскоре после того, как дверь была закрыта, я услышал, как она вновь открылась и закрылась. И Хагана вернулась в гостиную. В ее руке была небольшая черная сумка. Я пошла по своим делам. Конечно, увидимся позже. Хагана попрощалась с Лизой, не сказав мне ни слова, и ушла по коридору. Вернее, ее холодный взгляд, обращенный на меня, оказал и сказал за нее, что-то вроде «Ты все еще здесь?» Казалось, что Хагана безоговорочно записала меня в список своих врагов. На самом деле, она немного сложная девочка. Казалось, что барматание Лизы было направлено не на вызывание у меня вины, а скорее на оказание поддержки. Немного! Это первое, что вырвалось из моего рта. «Самую малость. На самом деле, она хорошая». Это же просто стандартная фраза для того, у кого проблемы, да? Лиза положила ладони себя на щеку и посмотрела вниз с довольно холодным выражением лица. «Думаю, я не такая хладнокровная, как ты. Хорошо, только не сердись». «Так-то лучше». Лиза широко улыбнулась и аккуратно сложила свою пустую сумку. «Итак, чем бы мне заняться? Не хочешь сегодня... Не хочешь пообедать раньше?» А хочет или нет, мы узнаем уже в следующий раз. Но сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok